Защита прав ребенка в современной России относится к числу актуальных проблем, порожденных явным неблагополучием в положении несовершеннолетних детей как в обществе, так и в семье. В Российской Федерации вопросы воспитания детей регламентируются Семейным кодексом Российской Федерации, согласно которого ребенок имеет право на воспитание своими родителями, обеспечение его интересов, всестороннее развитие, уважение его человеческого достоинства. Родительские права не могут осуществляться в противоречии с интересами детей, и способы воспитания детей должны исключить пренебрежительное, жестокое, грубое, унижающее человеческое достоинство обращения, оскорбление или эксплуатацию детей. Родители обязаны воспитывать своих детей, заботиться об их физическом, психическом, духовном и нравственном развитии и обучении, готовить их к общественно полезному труду, растить достойными членами общества. Неисполнение указанных обязанностей может привести к ухудшению здоровья, нарушению нормального психического развития и формирования личности ребенка. Поэтому родители, осуществляющие родительские права в ущерб правам и интересам детей, несут ответственность в установленном законном порядке. Согласно статье 5.35 Кодекса об административных правонарушениях, это неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних, влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере от 100 до 500 рублей. Также предусмотрена ответственность по статье 156 Уголовного кодекса «Неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителям или иным лицом, на которое возложены эти обязанности, если это деяние соединено с жестоким обращением с несовершеннолетним. Под жестоким обращением надлежит понимать лишение питания, обуви, одежды, грубое нарушение режима дня, обусловлено психофизиологическими потребностями ребенка определенного возраста, лишение сна, отдыха, невыполнение элементарно-гигиенических норм, влекущее за собой какие-либо болезни, невыполнение рекомендаций и предписаний врача по лечению ребенка, отказ или уклонение от оказания необходимой медицинской помощи ребенку. Активные действия, грубо попирающие основы права и интересы субъекта воспитательной деятельности, состоящие в применении к ребенку недопустимых методов воспитания и обращения, систематическое проявление физического и психического насилия близким родственникам ребенка.